Самарского музыканта и поэта Сергея Лысенко не перестает вдохновлять творчество Владимира Высоцкого. Впервые он услышал его еще мальчишкой, взял гитару и начал перебирать по струнам. Позже и сам начал писать. Обнажен я с ободранной кожей, разворочен я, кровоточу, нагружен непосильную ношу, что бессмысленно в вечность влачу. Он повлиял именно в то настроение, я помню, когда я писал эту песню, было навеяно в том числе и прослушиванием произведения Владимира Семеновича. Как именно наставник-учитель в словосложении, в ритмосложении. Там сложная достаточно кухня своя внутренняя, но всегда такая ориентировка на каких-то великих людей, больших и заслуженных в своей работе. В своем творчестве она помогает более-менее какой-то приемлемый уровень держать. А вот Денис Катыков признается, Высоцкий определил его судьбу. Он решил связать свою жизнь с творчеством после того, как в детстве увидел интервью с популярным артистом. Слушать Владимира Семеновича это интимное дело. Это нужно слушать самому, это нужно слушать одному. И нужно именно смотреть и слушать текст. Потому что в его тексте отражена вся суть происходящего в мире. Дело в том, что он отражал такие моменты, которые, например, до сих пор сбываются. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шерен. Закрыт Кавказ, горит аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы. Но от станка рабочий не уйдет, и крепнут, как всегда, здоровье. Как заявляют поклонники Владимира Высоцкого, их нельзя назвать фанатами. Они скорее последователи. Сам музыкант приезжал в советские Куйбышев дважды и дал в городе пять концертов. Первый визит состоялся задолго до начала его всесоюзной популярности. Музыкант выступал в городском клубе молодежи, а позже в филармонии. А уже в 1967-м Высоцкий приехал с большим сольным концертом во дворец спорта и произвел настоящий фурор. Несмотря на то, что артист опоздал, поезд задержался на час. Люди терпеливо ждали. Они начали заполнять площадь возле дворца спорта еще днем, рассказывает Михаил Трифонов. Сегодня он возглавляет музей Владимира Высоцкого. А тогда 13-летним мальчишкой с родителями пошел на концерт неизвестного ему исполнителя. Мне мама, спасибо большое, сказала, пойдешь на концерт Высоцкого с нами, мама и папа. Я говорю, а кто это такой-то? Я не знал. Они говорят, есть ли они поют? Во, показал пальцы. Ну я говорю, пойду, конечно. По цирку уже стали спрашивать билетики лишние. И вся площадь, где мы стоим сейчас, была запружена народом. И пройти с билетами на концерт было практически очень сложно. Зал был полный. То есть, как на футбольном матче. Отглушительные овации, свисятся, топают, кричат. Старый дворец спорта, рассчитанный на 5000 зрителей, в конце ноября 1967-го вместил в себя около 7000 поклонников творчества Высоцкого. Позже у входа во дворец установили памятник народному поэту и музыканту. После завершения реконструкции здание во дворце планируют разместить музей Владимира Высоцкого. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.